здравствуйте друзья не очень хорошие новости каждый день происходят практически каждый день на иммиграционных фронтах американских значит новость по поводу того что заморозили выдачу грин карты по визе l1 то есть допустим человек приехал сюда открыл здесь бизнес филиал своей компании своей страны получил визу потом подал на грин карту и вот сейчас карту так и не получишь быстро как раньше было то же самое будет я так понимаю по визе ован я информацию пока взял из интервью иммиграционного адвоката я это увидел в интернете еще не считаю там прям с колеска говорит записывают только вот сегодня не сотрудник скинул видео я посмотрел и рассказываю то что я услышал почитаю доеду до офиса сегодня почитаю более детально сделаю более подробное видео ссылками на инструкции миграционной службы по ван тоже если ты переходишь потом например на программу и бива то же самое будет установлена что вообще например в моей голове не укладывается то есть трамп кричит что нужно срочно менять иммиграционную политику что срочно надо давать грин карты наоборот выдающимся людям и предпринимателям которые вкладывают в экономику америки и тут же полное противоположное решение о том что как раз вот этим людям и приостанавливают выдачу грин карты ну вот кто-нибудь из зрителей может мне объяснить напишите в комментариях где вообще тут логика ну здесь много чудес в америке я увидел за вот всем с полна лет что тут живу и у меня иногда бывает ну просто какая-то знаете подмена понятий тебе кажется что здесь должно быть все правильно здесь передовое общество демократия только лучшие люди уезжают в основном основная профессия у президентов это адвокат и там обама был адвокат да там первый президент америки был адвокат и здесь законы должны работать правильно иммиграционные законы работают здесь абсолютно неправильно и то что вот сейчас происходит последнее время да там с приходом трампа это но полнейший идиотизм то он говорит я отменяю лотерею green card то ее не отменяют то отменяют цепную иммиграцию то не отменяют то визы будем давать для экстраординарных людей то теперь их визы вроде дают на green card и теперь приостановили в общем ничего не понятно еще одна новость я вам тоже сейчас хотим сразу в этом видео рассказать по поводу того что федеральная резервная система американская дала заключение что в америке не хватает рабочих мест и особенно для высококвалифицированного персонала хотя и не для высококвалифицированного персонала не хватает то есть например строителей не хватает и казалось бы но не хватает так давайте вот строителей из той же восточной европы из стран постсоветского пространства приглашайте давайте визы временные работы на длительные визы можно давать если тебе нужен специалист у тебя какой-то проект так пожалуйста дайте ему визу на пять лет пока он будет делать этот проект но эти визы не дают квоты не увеличили на рабочие визы допустим там печь в англии вот и ж не увеличили не увеличили по h2b h3 эта программа не работает например для такой страны как россия и большое количество людей которые хотели бы поехать поработать в америке ну подытожим уезжайте в другие страны если не получается с америка если все так непонятно не стабильно значит рассматривайте другие страны канаду и европу океане австралии новой зеландии если вам нужна помощь вам может помочь у нас 50 стран иммиграция 50 стран 150 партнеров иммиграционных адвокатов мы вовремя предчувствие понимаем что понимая лишь что будет в америке вовремя открыли компанию второй паспорт который занимается иммиграцией 50 стран мира и рабочими визами в том числе я еще сделаю отдельное видео в ближайшее время о том как можно гражданам узбекистана и других стран средней азии почти гарантированно я не люблю это слово гарантируем на сто процентов ну почти гарантированно там очень маленькая погрешность отказа в польшу а после польши уже можно стартовать и другие страны в ту же германию например канаду ну или в америку тоже не все совсем так плохо кто-то все равно приезжает так что ждите это как анонс если у вас есть вопросы по иммиграции или по работе в одной из 50 стран мира которые вы видите на сайте второй паспорт точка ком допишите нам по ватсапу плюс один шестьсот сорок шесть четыреста семьдесят семь 0 5 2 0